Дай почитать. Проанализирована трансформация рынка новостей в Европе с 1400 по 1800 годы. От того момента, когда новости были прерогативой политической элиты, до момента, спустя 400 лет, когда новости начинают играть решающую роль в управлении массами. Представить, как информационно и коммуникативно узок был мир, ну, например, в XV веке достаточно сложно. Посмотрите, в XI веке два монастыря на окраине Уэльса, располагавшиеся на расстоянии 100 миль друг от друга, раз в три года обменивались посланниками, которые проживали там в течение недели и делились новостями. Письменная информация вызывала тогда больше недоверия, чем произнесенное слово. Репутация произносившего новости имела главное значение. Получение новостей было настолько дорогим удовольствием, что было доступно лишь элите средневековой Европы. Коммерциализация новостных услуг зарождается где-то в XVI веке. Это группа торговцев в городах Италии. Они предлагали своим клиентам еженедельный рукописный брифинг. Самый успешный из них управлял магазином, полным песов, выпускающим несколько десятков экземпляров в неделю. Конечно, по-настоящему рынок новостей преобразился с появлением и развитием печатной промышленности после изобретения печатного станка в середине XV века. Из несомненных достоинств книги изобретение новостей увлекательность изложений. Читается на одном дыхании как авантюрно-приключенческий роман. Также проработан огромный пласт информации и артефактов. Из не идущих на пользу книги особенностей то, что она имеет децентрализованную структуру. Мысли развиваются, пересекаются, повторяются. Такое впечатление, что Эндрю Питтигри не знал, как справиться с колоссальным объемом информации. А читателю иногда сложно выйти из этого лабиринта фактов, рассуждений и тем. А, наконец, ничего не сказано об Азии и Африке. Практически только про Европу. Нам в мультимедийное время любопытно прочитать про далекую эпоху, которая, как ни странно, тоже была мультимедийной 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok